Первая книга про Липоменон, глава одиннадцатая И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним, и они помазали Давида в царя над Израилем, по слову Господню, через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, а там были Иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду, не войдешь сюда, но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид, кто прежде всех поразит Иевусеев, тот будет главою и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын царуи, и сделался главою. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Милло, всю окружность, а Иоав возобновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господню над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида, и Есваал, сын Аха, Мани, главный из тридцати, он поднял копье свое на триста человек и поразил их в один раз. По нем Елеазар, сын Додо, Ахохиянина, из трех храбрых. Он был с Давидом в Фаздамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян, и даровал Господь спасение великое. Трое сих главных из тридцати вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адол-Лам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рифаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал, кто напоит меня водою из колодеза Вифлеемского, что у ворот. Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодеза Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал, — Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду и не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых. Иовеса, брат Иава, был главным из трех. Он убил копьем своим триста человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошел и убил льва в рве в снежное время. Он же убил египтянина, человека, ростом в пять локтей. В руке египтянина было копье, как навой у ткачей, а он подошел к нему с палкою и, вырвав копье из руки египтянина, убил его его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех троих храбрых. Он был знатнее тридцати, но с тремя не равнялся. И Давид поставил ее ближайшим исполнителем своих приказаний. А главный из воинов. Сын Иоава. Елханан, сын Додо из Вифлеема. Шамма, городитянин. Херец, полонитянин. Ира, сын Икеша, фекоитянин. Евиезер, анафофянин. Симвей, хушатянин. Илай, ахохиянин. Магарай, нетофатитянин. Хелет, сын Ваны, хетофофянин. Итай, сын Рибая из Гивы Вениаминовой. Ванея, пирафонянин. Хурай из Нагале Гааша. Авиел из Аравы. Азмовев, бахарумьянин. Ели, яхба, шаал, бонянин. Сыновья Гошема, гезонитянина. Иоаннафан, сын Шаге, гараритянин. Ахиам, сын Сахара, гараритянин. Елифал, сын Уры. Хефер из Махеры. Ахия, пелонитянин. Хецрой, кармелитянин. Наарай, сын Езбая. Иоиль, брат Нафана. Мевхар, сын Гагрия. Целик, амманитянин. Нахарай, берафянин. Орженосец Иоава, сына Саруи. Ира, ифриянин. Гареб, ифриянин. Урия, хитиянин. Завад, сын Ахлая. Адина, сын Шизы, рувимлянин. Глава рувимлян, и у него было тридцать. Ханан, сын Маахи. Иосафат, мифниянин. Узия, аштирофянин. Шама и Ией-иел, сыновья Хофама, арояриянина. Иеди Аел, сын Шимрия, и Иоха, брать его, фициянин. Елиел из Махавима, и Иеривай, и Иошавия, сыновья Елнаама, и Ифма, мовитянин. Елиел, Овет, и Иосиел из Мецаваи.